Всем привет! Дядь Юридед прогноз на матч второго тура РПЛ. Спартак, Ахмат. Встречается 7 и 13 команды минувшего сезона. В последних шести очных матчах команды пять раз играли на Оби Забьют Дай, всегда на тотал больше. В пяти из шести очных матчах побеждали гости. Последний треочный матч выиграл Спартак. В последних десяти матчах Спартак шесть раз играл на Оби Забьют Дай, шесть раз на тотал больше. Спартак не проигрывает при последнем домашнем матче. Последние четыре матча Спартак отыграл на тотал больше. Ахмат в последних 10 матчах 6 раз играл на обе забьют дай, 7 раз на тотал больше. Ахмат не выигрывает в последних 4 матчах и не забивает в последних 3 матчах. Ахмат в первом туре сыграл 0-0 в Туле с Арсеналом. Команды провели очень инертный поединок и не наработали даже на один забитый гол. Зато Спартак провел очень веселый матч в Сочи, который запомнился не спортивной составляющей, а судейским скандалом. Бригада арбитров углядела нарушение правил на 88-м минуте матча, которого близко не было, в результате чего Набуа забил пенальти и сравнял счет 2-2. И это было не первое спорное решение судей, но самое резонансное, которое непосредственно повлияло на результат матча. Спартак и Ахмат встречались совсем недавно. 15 июля москвичи выиграли 3-0. Ахмат слабовато провел концовку сезона, проиграв крупным сухим счетом ЦСКА Спартаку и Краснодару. Спартак также не может похвастаться стабильной игрой, чередуя уверенной победой с достаточно посредственными матчами, в которых были потеряны очки. Учитывая разорявшийся скандал, в Сочи не позавидуешь бригаде арбитров, которая будет обслуживать предстоящую игру. Давление будет очень большое, и каждое спорное решение судей будет рассматриваться под микроскопом. Москвичи в последнее время хорошо играют с Ахматом. Грозный не показал ничего в Туле. Спартак по логике должен быть крайне мотивирован на этот матч. Все шесть очных матчей команды отыграли на тотал больше. Ни Спартак, ни Ахмат нельзя отнести к классическим результативным командам. Поэтому данная статистика выглядит немного странно, и вариант низового матча уже давно перезрел. С другой стороны Грозный не забивал в последних трех матчах, а Спартак последние четыре матча отыграл на тотал больше. В предыдущих двух сезонах Спартак 56% в домашних матчей против команд из нижней части таблицы играл на обе забьют, нет и тотал меньше. Поэтому Дядя Юра считает, что уже давно настал черед низового матча между Спартаком и Ахматом. Спартак идет фаворитом на эту игру и должен вроде бы выбрать три очка. Ахмат очень неубедителен в последних играх. Итого у Дядя Юра получилась связка ставок. Тотал меньше обезобьет нет, победа первой команды. Коэффициенты на все три варианта примерно одинаковые. Если выбирать один из вариантов, то здесь, как говорится, дело вкуса. Дядя Юра считает, что ставка на тотал меньше за 1.89 имеет все шансы на заход, и низовой матч для Спартака уже давно стучится в дверь. На этом все. Дядя Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизм и удачи. Будьте здоровы!